Всем привет! Меня зовут Даша и сегодня у меня в гостях новый мониторинг Freestyle Libra 2. Для меня новый, потому что я еще ни разу его не использовала и планирую сегодня поставить и попробовать сравнить эти два мониторинга Freestyle Libra 2 и London 3, которые используются вместе с помпой 670. И хочу попробовать сравнить их в точности, в размере, в удобстве и вообще как это все будет. Потому что очень много отзывов, когда ты слышишь, это одно дело. А когда ты этим пользуешься и что-то пробуешь новое, это совсем другое. Возможно, мне понравится больше Freestyle Libra 2 и я буду использовать ее. Почему бы нет? Давайте попробуем установить. В общем, в комплекте я купила себе ридер для... Не знаю, для чего, в общем, не спрашивайте. Можно использовать телефон вместо ридера, но мне захотелось прям таких острых ощущений, поэтому к ридеру шла еще зарядка и так далее. Вот такая брошюрка на немецком языке. Если честно, я в школе не учила немецкий, поэтому я могу прочитать эту брошюрку только с переводчиком. Так же, как и ридер, я перенастроила на английский язык. Я просто навела телефоном на ридер и онлайн-переводчик Google мне перевел все на русский язык. Поэтому это очень удобно. Английский мне, в принципе, легко, поэтому я перевела ридер на английский. Вот. Еще мне подложили вот такую брошюрку от Freestyle Libre 2. Я так понимаю, это брошюрка, которая показывает, как правильно устанавливать сенсор. Вот, давайте же посмотрим. Она очень большая и она опять на немецком, но здесь, смотрите, есть картинки и более-менее понятно, как что это все просто. Поэтому вот. Дальше куда можно ставить? То есть ставить ее только на... Почему-то сзади руки можно, а спереди нет, но я хочу спереди руки. Ладно, поставим сзади, как в инструкции. Так, я уже посмотрела несколько роликов, как же ставить этот сенсор. Ну и для меня все-таки остается загадкой, почему-то, наверное, два вот этих... Как-то все сделано... Ну, в общем, как-то странно. В общем, не знаю. Для меня это очень странно, что там складывать, собирать. У меня намного проще установка сенсора Guardian и Invite, кроме тролингу. Ну, давайте посмотрим. В общем, ридер я уже зарядила. Сейчас будем вместе с вами устанавливать. Мне, если честно, очень страшно. Давайте откроем сначала коробочку. Если честно... Так, мне до сих пор страшно, но все-таки нужно уже как-то начать. Я включу сейчас ридер. Я повторю, я его уже перевела на английский. Мне, в принципе, нормально. Ну, еще я его не до конца настроила. Видите, здесь написано неактивный сенсор. Начать новый сенсор. Потом посмотреть историю. Выключен звук, выключена вибрация. И он, в принципе, заряжен. Я его вчера зарядила. Поэтому, вот. Еще, кстати, из плюшек я узнала, что Libra 2 запускается за 60 минут, в отличие от сенсора Guardian 3, который прогреет целых 2 часа. И еще из плюсов Libra 2 это то, что ее не нужно калибровать. Ну, нужно калибровать, когда она показывает неправильно. Допустим, вы используете в качестве ридера телефон и другие приложения, которые помогут вам калибровать. Поэтому, давайте начнем. Так. Согласно инструкции, нужно сделать unpacking этого всего. Давайте же откроем. Здесь есть вот так. OpenFear. Открываем. Мне уже страшно. Так. Что у нас здесь есть? Здесь есть какая-то инструкция. Еще одна. Еще такая же самая инструкция, только, вот, видите, только черно-белая. Вот. И здесь точно так же все нарисовано. Поэтому, в принципе, очень классно сделали, потому что в электрониковских сенсорах такого нет. Ты, допустим, должен сам. Как тебе надо, так и устанавливай. А здесь показано, вот, можно все вот так вот. Единственное, что я еще не посмотрела, это как сделать, если стыд, например, попал в кровь, как переустановить этот сенсор. Вот. Поэтому... О, мне положили. Смотрите. Мне все-таки положили вот эту штучку. Ой, эти две спиртовых салфетки. Ура! Ура, наконец-то! Так. Значит, смотрим на картинки и пробуем повторить. Итак, мы должны... Сначала давайте соберем сенсор, а потом я уже буду протирать и так далее. Потому что мне как-то волнительно. Значит, я должна открыть вот эту упаковочку. О, господи, как же она стыла. Ё-моё! Вы только посмотрите, что здесь внутри. Вы тоже это видите? Господи, как страшно! Я не хочу чипироваться. За что? Ладно. Так. И вот такая вот штучка. Её тоже надо открыть. Открываем. У меня что-то хрустнуло. Надеюсь, я ничего не сломала. Так. Теперь нужно сопоставить вот этот разрез, вот этот, видите, с этим разрезом. Сопоставить вместе. Так. И захлопнуть нарисовано. Захлопываю. Когда оно захлопнулось, у нас на аппликаторе должен остаться сенсор. С иголкой. Остался. Порядок. Здесь ничего уже нет. Так. Теперь я буду протирать и устанавливать сенсор. и нажимать прогрев сенсора. Давайте это сделаем вместе. Я, наверное, буду... Здесь синяк остался от прошлого сенсора. Я, наверное, поставлю сзади руки, как по инструкции, и покажу вам сразу же сравнение сенсоров. Допустим, Guardian 3, он выглядит вот так. Вот он маленький тоже. И чуть-чуть выпуклый. Если Libra будет как таблетка, сейчас мы с вами сравним, то этот сенсор будет немножко выпуклый. Ну что, давайте уже протирать и ставить. Хоть бы ничего не испортить, он заработал с первого рода. Я повернулась, как на картинке. Вот. Вот этот мужчинка делает вот так вот. Теперь я должна... Сейчас просохнет спирт. Кстати, нельзя сразу, когда только протер спиртом, 100 раз устанавливать, потому что теряется цепкость клея. И теперь будем устанавливать. Вы тоже это слышали? Такой звук. Магия. Можно я хоть посмотрю? Не, вы знаете, он довольно-таки большой. Сам по себе Libra. Все говорили, что Libra маленькая. Я так тоже думала. Он оказался большим. Разочарование. Я-то думала, он будет поменьше. Если вы хотите сравнить, то сравните вот эта ракушечка и вот этот сенсор по размерам, если вам видно. Если честно, то для меня он очень большой. Поэтому я не знаю. Я разочарована конкретно. Я думала, будет меньше. За такие деньги могли бы меньше сделать. Так, теперь мне надо нажать... Я протерла его. Так написано еще раз. Вот так потрогайте, чтобы он прилип. Все, переворачиваем листочек. Теперь мы должны... Что сделать? Мы должны нажать на кнопочку. Нажимаем. И... Start new sensor. Давайте. Погнали. Нужно приложить к сенсору. Прикладываю. Вот прогрев сенсора пишет. Если вы видите. Я могу использовать сенсор через 60 минут. И... Все. И в следующий раз, когда мне понадобится использовать сенсор, я буду... Я буду... Так, я буду... Еще раз нажимать на кнопочку. И просто прикладывать к лидеру. У меня кое-что запищало. Офигеть. Как это он узнал мой сахар? Давайте посмотрим. Я сейчас приложу. Он запищал. Сахар 165. И тут... Пошел вниз сахар. Так, смотрим. Interesting. Very interesting. Насколько будут отличаться показания? Посмотрим. Смотрите. Я все переложила вот в такую коробочку. Потому что я знаю, что если сенсор стал неудачным, его можно переустановить в другое место. Ну, мало ли что произойдет. Поэтому я это сложила. Этот мусор я сейчас выброшу. И меня уже Libra немного разочаровала. Потому что я померила сахар уже на глюкометре. Тут подкалибровала. И смотрите, сахар 184 идет вниз. Libra же показывает... Смотрите. Я выключила звук и так далее. Чтобы она меня не отвлекала. Libra же показывает вот такое значение. Сейчас, подождите. Вот, лук-бук. Видите? И ровный сахар. Это уже не мои сахары. Вот сегодняшний. Джун-джун-джун. Я его взяла булочный. Потому что я не вижу смысла покупать новый. Такой ридер. Вот, он показывает, что сегодня сахар ровный. Видите? 167 и ровный. Вот так вот. Поэтому как бы Libra немножко проигрывает. Я, конечно, все понимаю, но этого понять не могу. Почему? Почему? Потом сенсор немного раскачался. И, в принципе, показывал неплохо. Но иногда завышал на высоких. Для меня высокие это выше 150. То есть выше 8. Он мог показывать иногда, например, 10. Хотя сахар 8. И на низких он мог на 1 мм занижать. То есть сахар, по сути, 4. Он показывает 2 с чем-то. Вот. Еще в отличие от сенсора Guardian 3. Libra быстрее показывала тренды сахара на 5-10 минут, нежели Guardian 3. Он как-то медленнее реагировал на рост или падение сахара. Вообще на данный момент Libra не считается непрерывным мониторингом глюкозы крови. Потому что Libra нуждается в том, чтобы вы прикладывали к сенсору Reader или телефон, для того, чтобы появилось значение сахара. Но если глюкоза крови выйдет из целевого значения, то Reader завибикает. Можно настроить вибрацию, можно звук, можно отключить уведомление. Просто загорится экран. Еще мне не понравилась цена, потому что этот мониторинг довольно-таки дорогой. И он идет всего лишь на 14 дней, в отличие от Guardian 3, который можно продолжить. И он будет служить вам еще, возможно, месяц. В целом, мне понравилась Libra отсутствием калибровок по сравнению с Guardian 3. Но мне бы хотелось немного больше точности. Мне, в принципе, все понравилось. Но если смотреть все-таки на цену, то лучше посмотреть в сторону более дешевого мониторинга. Все-таки купить Libra 1 и трансмиттер какой-нибудь. Например, не знаю, мяу-мяу, бабл и так далее. Или взять какой-нибудь все-таки непрерывный мониторинг. И еще я поняла одну вещь, что не бывает таких плохих мониторингов. Это бывает неудачная установка, неправильный выбор места и неправильное использование сенсора. Поэтому я на своем примере показала, что, в принципе, если все делать правильно, любой мониторинг будет вам служить верой и правдой. Спасибо за просмотр. Надеюсь, я была вам полезна.